Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Утро 6 февраля 1978 года для тренера по лёгкой атлетике Ростовской областной школы высшего спортивного мастерства Олега Степановича Соловьёва не задалось с самого начала. Он проснулся позже обычного, чувствовал головокружение и общее недомогание. Что ж мы без рюмочки-то, а? При такой-то закуске. Тридцать. И ещё. Двадцать. За здоровье. Гадость. Что ж она горчит-то с вечера, а? Неужели... 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 Сволочь. Тело 73-летнего тренера обнаружил только на следующее утро его сын. Александр Соловьёв приехал навестить отца. Он вызвал милицию и скорую. Не участковый милиционер Игорь Петриков, не врач скорой помощи Аркадия Ибовин, не видели ничего криминального в смерти пожилого человека. Однако сын умершего придерживался иной точки зрения. Александр Олегович, вы поймите, человек пожилой, 73 года, моторчик качал слабо, нервная работа, вот и не выдержал. Ишемическая болезнь. Да ну я же вам говорю, но не может этого быть. Ну? Он ведь берёгся. Лекарства он импортные принимал. Кстати, я видел волокардин немецкий. А где берёте? Да ну, ребята, которых он тренировал, привозят его. Ну понятно. И всё же. После 70-ти вскрытие необязательно. Похороните без лишних хлопот. Саш, я ведь вашу семью давно знаю. По-человечески, конечно, я вас понимаю. По словам участкового, он тоже не видел никаких оснований для вскрытия. Следов насилия на теле нет. Из дома ничего не пропало. Это печально, но бывает. Ну поймите вы меня. У меня душа не на месте. Я чувствую, что что-то не так. Ну хорошо. Раз вы настаиваете, я отправлю тело на вскрытие. Патологоанатом, который проводил вскрытие тела Олега Степановича Соловьёва, обратил внимание на бледность и сухость кожных покровов и слизистых оболочек. Мелкоочаговые кровоизлияния, синюшность твёрдой мозговой оболочки. Все эти внешние признаки говорили о возможности отравления клофелином. Результаты микроскопических и химико-токсикологических исследований полностью подтвердили первоначальный вывод эксперта. Сердце Олега Соловьёва остановилось не по естественной причине. В сопровождении сына погибшего тренера следственная группа выехала к Соловьёву домой. Эксперты осмотрели дом тренера. А ты пока опроси соседей. Может, кто-то что-то видел. Может быть, к нему приходил кто утром. Давай. Ну что, в доме следов посторонних нет. На столе пустая рюмка с характерным запахом валокардина. Пузырёк валокардина. Производство ФРГ. Все надписи на немецком явно привезён из-за границы. Пустой стакан, графин воды и серебряная ложка в нём. Зачем там ложка? И он из серебра. Папа верил, что от этого вода станет полезной, чистой. Он всегда так делал. Набирал воду с вечера, оставлял её, дал отстояться, а потом пил утром. Ладно, к делу. На предметах множество отпечатков пальцев. А клофелин? А клофелина в доме нет. Так. Есть тело со смертельной дозой вещества. Но не самого вещества. Не предсмертные записки. Подскажите, последнее время... Зубанюк опросил соседа Ивана Мужиченко. Тот рассказал, что у тренера часто бывал молодой парень спортивного вида в форме сборной СССР. Здоровый такой, крепкий. С сумками, с пакетами. Ученик, наверное, не забывал тренера. А в день смерти заходил? Да не помню, я не видел. Ну, хорошо, в последний раз когда приходил? Наверное, где-то около месяца назад. Ну, если приходил, то я не видел. Мимо меня, значит. А еще кто-нибудь приходил? Приходил сын. О, кавказец был такой постарше. Я чего запомнил, у него машина Жигули была. Белая такая, нарядная вся. Часто заезжал. А последний месяц как-то пропал. Но в воскресенье он у него был, точно. Во сколько? Да не помню, часов 8-9, наверное. Я чего запомнил. У него костюм такой был, расписной, как матрешка. Опираясь на описание соседа, Александр Соловьев предположил, что гостем отца был Егор Колчин. 23-летний ростовский десятиборец, член сборной страны. В альбоме тренера сыщики нашли его фотографию. Сосед подтвердил, именно этот парень часто навещал тренера. Это он? Да, да, он. А второй? Кавказец на белых Жигулях. Такого не знаете, Александр? Нет, я такого не знаю. Эти предметы нашли в доме покойного Соловьева. Их отправили на экспертизу. И в пузырьке с волокордином, и в графине с водой был обнаружен концентрированный раствор клофелина. Следы клофелина также были найдены в стакане и рюмке. Убийца растворил препарат в воде, а позже долил эту воду в графин и в пузырёк с лекарством. Причём для того, чтобы аккуратно добавить клофелин в пузырёк, он воспользовался чем-то вроде шприца или пипетки. Эксперт-криминалист проанализировал отпечатки, снятые со стакана, графина, пузырька волокордина и рюмки. Почти все они принадлежали Олегу Соловьёву. Кроме одного. Этот нечёткий смазанный след оставил другой человек. Сыну тренера Александру Соловьёву этот отпечаток не принадлежал. Пока оперативник Зубанюк занимался поисками неизвестного кавказца на белых «Жигулях», который заезжал к Соловьёву вечером накануне смерти, следователь Маркелов пригласил для беседы бывшего воспитанника тренера Егора Колчина. Десятиборец только накануне вечером вернулся со сборов в Чехословакии. Он должен был приехать на четыре дня раньше, но задержался. Тренерский штаб решил немного продлить сборы. Мы потеряли несколько дней из-за плохой погоды, так что я, можно сказать, прямо из самолёта. У меня в голове не укладывается, кто мог убить Степановича и зачем. Золотой человек был. Да-да-да. Говорят, вы часто бывали у Соловьёва с сумками, привозили что-то? Я всегда с сумкой, я же десятиборец. У нас одежда и обуви на любой вид. Ну и Степановичу привозили по мелочам. Волокордин. Я ему обещал привезти, хотел заехать. 73-летний тренер по лёгкой атлетике Олег Соловьёв найден мёртвым в собственном доме. В крови погибшего смертельная доза клофелина. Самого препарата в доме не было, но следы вещества обнаружены на пузырьке с волокордином и графине с водой. На месте преступления найден свежий отпечаток пальца. Соловьёва часто навещали бывший воспитанник Егор Колчин и некий кавказец на белых жигулях. Его личность пока не установили. Спортсмена Колчина пригласили для беседы в кабинет следователя. Зачем Соловьёв заказывал волокордин? Спортсмен рассказал, что Соловьёв признавал только волокордин из Западной Германии. Из ФРГ. Это ему дядя Вова Климов посоветовал. Врач из ШВСМ. ШВСМ? Да. А это что? Школа высшего спортивного мастерства. Дядя Вова сам принимал только импортные препараты. Раньше я ему возил, а потом и Степаныч попросил. Мне не тяжело. А когда вы были у Соловьёва в последний раз? Ровно месяц назад. Перед сборами. В этот же день и улетел. Шестого января. Шестого. Понятно. Ну, раз понятно, я могу идти. Симпатичные у вас кеды. Спасибо. Это не кеды. По-английски сникерс. Кроссовки. 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 Маркелов обратил внимание на обувь Колчина. Модные замшевые кроссовки Адидас. Сделаны ФРГ. Спортсмен пояснил, что обувь привозит с заграничных соревнований. Импортная обувь лучше для тренировок и выступлений, даже влияет на результат. Я могу идти. Я только прилетел. И еще один вопрос. Соседи говорят, что к Соловьеву заезжал кавказец на белых жигулях. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Наверное, Айдар Магометов. Мы с ним тренировались вместе. Он сейчас тренером работает в Дю США. Я к нему тоже в гости заезжал. Перед сборами. Да, спасибо. Всегда рад помочь. Я свободен. Еще, еще одна небольшая формальность. Хочу попросить вас сдать отпечатки пальцев. Зачем? Ну, говорю же. Формальность. Да? Хорошо? Хорошо. Эксперт сравнил отпечатки пальцев, взятые у Егора Колчина, с отпечатком, найденным на пузырьке, в который убийца добавил смертельную дозу клофелина. Новости есть, Константинович? Отпечаток пальца, снятый с пузырька, полностью соответствует отпечатку указательного пальца правой руки Егора Колчина. Интересно, за что это он так своего первого тренера? Старик его в люди вывел. А меня вот интересует, когда именно Колчин мог добавить в лекарство и воду клофелин, если он приехал через четыре дня после смерти Соловьева. А откуда тогда взялся свежий отпечаток? Не знаю. А отпечаток точно свежий? Обижаешь. А может, Колчин просто врет? Никита. Да если и врет, то как-то тупо, нет? Ну да. Коль, проверь, когда Колчин прилетел со сборов и съезди к этому кавказцу с жигулями. Ну а я на работу к Соловьеву. Посмотрю, что там да как. Я, с вашего позволения, займусь этим отпечатком. Что-то он начал меня смущать, если честно. Ни одного тебя, если честно. В тот же день следователь побывал в областной школе высшего спортивного мастерства и побеседовал со спортивным врачом Владимиром Климовым. Врач не скрывал, что нередко делился с убитым Соловьевым немецким волокордином. По словам доктора, последний раз он одалживал старику пузырек с лекарством в конце прошлого месяца. А в день самого убийства Климов находился на спортивной базе. Информацию еще предстояло проверить, но если так, врача из числа подозреваемых нужно исключить. Да и мотива у него нет. По всему видно, с Соловьевым он был в хороших отношениях. Маркелов решил расспросить директора спортшколы о кавказце Магометове. Для разговора пригласил его к себе в кабинет. Что вы можете рассказать о Айдаре Магометове? Да что там с этим Магометовым? Он со Степановичем дружил. Соловьев ему помог тренером первую Дюшиша устроиться. Ну, а потом что-то там у них произошло. И начал Магометов на Соловьева жалобы писать. Анонимки эти на школу, уверен, тоже его творчество. Я в споркомитете днями сижу. А зачем Магометову анонимки? Ну, ясно зачем. Место главного тренера по легкой атлетике занять. А Степановича на пенсию спровадить. Самое интересное, что так оно, скорее всего, и будет. Из-за смерти Соловьева земляем и пухом. Других кандидатов у меня нет. После разговора с директором школы высшего спортивного мастерства Маркелов отправился в кабинет криминалиста Соколенко. Ну, угощайся. Бери сухарики. Добрый день. Я не опоздал? О-о-о! Как раз вовремя. Я вот у Никиты собираюсь спросить. Прогресс по отпечатку Колчина есть? Не знаю насчет прогресса, но вот алиби у Колчина железное. В день смерти Соловьева он все еще был в Чехословакии. Все правильно. Отпечаток-то у нас сюрпризом. И? Тщательнее изучив отпечаток, криминалист обнаружил следы клейкового вещества, похожего на клей с изоленты. Но все-таки по составу оно было немного другим. Соколенко предположил, это клей со скотча. А это еще что за диво такое? Это лента прозрачная. В канцелярии используется для упаковки. У нас она тоже производится, но пока я встречал только импортную. Оказывается, с помощью этого скотча можно перенести отпечаток с одного твердого предмета на другой. Ну, это понятно. Это у нас не просто убийца, а великий комбинатор какой-то. Ну, красиво же подставил Колчина. Вот только не знал, что Колчин на соревнованиях задержится. Ну, и кто этот комбинатор? Кавказец? На «Жигулях»? Возможно. На следующий день оперативник отправился в спортивный комплекс, чтобы поговорить с Магометовым. До приезда спортсмена Зубанюк поговорил с его коллегами и попытался выяснить, из-за чего пошел разлад между старым тренером и бывшим учеником. Пока я дару Степановича тренировался, они как отец и сын были. Да и потом нормально общались. Только вот последние полгода начали ссориться. А причины? Магометов у Степановича денег занял на машину. Думаю, не вернул. Но машину Магометов купил. Но он на ней сейчас и ездит. Купил очень быстро, без очереди. Думаю, земляки помогли. Степанович Магометова по-человечески просил. А Магометов начал его подсиживать. Доносы на него, жалобы писать. Они последний раз, когда виделись, кричали друг на друга. Степанович обещал ему какие-то неприятности устроить. Ну, вот при мне все и было. Вон он как раз подъехал, спросите у него сами. Ничего себе машинка. Автомобильный тюнинг в СССР преследовал две цели. Сделать машину красивее и исправить технические недоработки производителя. Разгерметизация фар происходила из-за заводского брака. Поэтому в фары заливали тормозную жидкость. Она вбирала влагу и продлевала срок службы ламп. А вот занавески на окнах, розочка на рычаге переключения передач и игрушки на приборной панели – это уже чистое стремление к прекрасному в понимании рядового автолюбителя. Айдар Магометов? Ну, я. Оперуполномоченный Зубанюк. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу смерти Олега Соловьева. Давай не сейчас, уполномоченный. Я спешу, у меня тренировок. Подожди. Вы писали на него жалобы? Ну, писал. И что теперь? В тюрьму меня посадишь? Если заслужил. Но ты мужик. Оперуполномоченный. Уважаю. Ладно, давай поговорим. Нет уж. Теперь поговорим в другом месте. В смысле? Поведение Магометова рассердило молодого оперативника. Он подумал, что в кабинете следователя подозреваемый не посмеет вести себя нагло. И дал команду ожидавшему неподалеку наряду милиции. Во время беседы со следователем Магометов не отрицал, что был дома у Соловьева вечером накануне его смерти. И что он конфликтовал со стариком из-за долга. Но дальше – глухая стена. Долг, мол, собирался вернуть, как только будут деньги. Тренера уважал и даже любил. Убить? Нет. Айдар уверял, что он на подобное не способен. Основываясь на том, что у Магометова был мотив для убийства Соловьева, и во время своего вечернего визита к старику он мог добавить клофелин в лекарство, следователь Маркелов настоял на проведении обыска в его квартире. Дома у молодого тренера нашли моток импортного скотча. Отлично. Это тоже ваше? Конечно. Это запрещено? Одна упаковка пустая, во второй не хватает десяти штук. Неужели столько выпили? Ну, выпил. За полмесяца – это что, много? Не, ну, если за полмесяца, то немного. А если за раз? Смертельная доза получается? Опять вы за свое? Никого я не убивал, говорю же. Тем более Степаныча. Вы докажите! Я на вас жалобу напишу. Напишите, напишите. У вас в этом деле большой опыт, как я понимаю. Если между вами и Соловьевым были такие натянутые отношения, зачем вы приезжали к нему вечером? Помириться хотел. Да. Объяснить. Что деньги ему верну. Просто сейчас возможности нет. Дальше. Да он и слушать меня не хотел. Так вы же на него жалобы писали. Почему он должен был вам верить? Ну, писал. Чтобы он подсговорчивый стал. Ну, типа, он с долгом подождет, а я под него копать перестану. Зла я ему не хотел на самом деле. Да и места мне его не нужно было. Следователю на глаза попалась маленькая техническая масленка. Она лежала в ящике с лекарствами. Маркелов уловил беспокойный взгляд Магометова. Что смазываем? Какая еще масленка? Вообще не помню, чтоб такая была. Масленка для масла. А у вас она, похоже, чистая. Не мое это. Первый раз я ее вижу. Вообще удобная вещь, чтобы налить жидкость в узкое горлышко, а? Например, в пузырек, да? Вы в этом костюме ездили к Соловьеву? Допустим. Это ваше? Нет. Первый раз вижу. До этого в кармане ее не было. Ну, как же не было, когда ее только что оттуда достал? Я сказал, не мое это. И поаккуратнее с костюмом. Фирменный. В Венгрии на турнире организаторы подарили. Значит так. Обыск закончен. До завершения экспертиз. Прошу город не покидать. На следующее утро следственно-оперативная группа снова собралась в кабинете эксперта. Экспертиза подтвердила идентичность состава клея на скотче, найденном у Магометова, и на пузырьке с сердечными каплями. Отпечаток Колчина на пузырьке, похоже, просто перенесли. Невозможно такой отпечаток оставить случайно. Это кропотливая работа. Нужно снять его с одного предмета, перенести на другой. Видимо, когда Колчин был в гостях у Магометова, то подсунул ему стакан. А что масленка с флягой? На масленке и фляге обнаружены следы водного раствора клофелина. Концентрация смертельная. Ого! Так дело раскрыто. Ни на масленке, ни на фляге отпечатков пальцев не обнаружено. Ни Магометова, ни чьих либо других. Протер? Да. И положил в карман. Глупо. Рано еще радоваться раскрытому делу. Да и потом. Ну никак у меня в голове не вяжется такое изощренное, продуманное преступление с личностью Магометова. Но другой он человек, парень. Психологически другой. Ну такой мог бы задушить. Ну проломить голову молотком. Да зарезать в конце концов. А тут. Интрига. В стиле Марии Медичи. Нет. Павел Иванович, а улики? Улики же говорят сами за себя. Коль, вот именно. Сами и только за себя. Ладно. Задержим его. А там будем разбираться. Вот это правильно. Константинович, дай-ка еще. В тот же день Маркелов, Зубанюк и милиционеры вернулись в квартиру Магометова. Автомобиль белого цвета марки «Жигули» стоял перед подъездом. Но хозяин машины дверь квартиры не открывал. На звонки и стук не реагировал. Оперативники вскрыли квартиру и обнаружили Магометова повешенным на крючке для люстры. Так, початая бутылка коньяка, фужеры, предсмертная записка. Я ухожу из жизни. В записке Магометов сознавался в убийстве тренера из-за денежного долга. Объяснял, почему решил наложить на себя руки. Мол, дело вскрылось, это большой позор. В тюрьму Магометов идти не хотел. Прощайте. Айдар. Странно, при обыске был готов убить. И вдруг сам в петлю? Срочно разыщите Соколенко, пусть дует суда. И зовите понятых. Павел Иванович, я, кажется, кое-что нашел. Ну, давай. Перед входной дверью в квартиру Магометова Зуванюк обнаружил свежий след от кроссовка, который чудом не стоптали вошедшие милиционеры. Кто-то, выходя из квартиры Магометова, вступил в мел. Сосед по лестничной площадке накануне выносил строительный мусор и не убрал за собой. На полу остался четкий отпечаток спортивной обуви. Отчетливо виднелось и название фирмы. Адидос. Немецкая фирма называется Адидас. Возможно, владелец кроссовок носит цеховую поделку. При литье подошвы не сумели сделать четкий оттиск с оригинала. Соседа опросили и установили, что он выносил мусор примерно в 11 утра. И в том, что Магометов не совершал самоубийство, сыщики убедились сразу после получения результатов судмедэкспертизы. Получается, торопился? Времени не было, план продумать? Да я уверен, что Магометова убили. Причем убийца особо не заморачивался. В бутылке коньяка обнаружена лошадиная доза клофелина. Уже от одного этого он должен был уснуть и не проснуться. Записку написал, после этого повесился. Кстати, записка оказалась фальшивой. Пытались подделать почерк Магометова, весьма неумело. Видно, думали, что следствие устроит версию самоубийства. Графологическая экспертиза подтвердила. Писал не Магометов. Отпечатки пальцев нашли? На бутылке и стакане обнаружены только отпечатки погибшего. Причем на бутылке единственный отпечаток – пятерня. Как будто бутылку протерли, а потом просто руку приложили. И самое главное – Магометов не повесился. Его задушили, а потом просто подвесили на крюк люстры. То есть усыпили, задушили, потом повесили. Именно. Я тут, пока ждал экспертизу, рассматривал фотографии, найденные дома у Магометова. И вот что получается. На свежей фотографии, которая привлекла внимание следователя, были Магометов, Колчин, Соловьев и еще один мужчина. На нем были пиджак, брюки и кроссовки «Адидас». Неизвестно. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, вы знаете, кто рядом с Соловьевым? Колчин, увидев фото, сразу назвал имя. Дмитрий Мизякин, бывший боксер. Тоже воспитанник тренера Соловьева. Только учился на несколько лет старше. Перешел в бокс. Потом устроил какую-то пьяную драку, нанес кому-то тяжкие телесные повреждения и сел в тюрьму. После этого, вроде бы, имел еще ходку за разбойное нападение. Потом мы с ним редко виделись. Иногда у Степаныча. Он сейчас обувь ремонтирует в доме быта. Да уж, карьеру сделал человек. Ну, вы не смейтесь. Работа у него нужная. Вся дю США к нему обувь сдает на ремонт. Новую не проще купить? Нет, не проще. В магазине только кеды и то, когда завезут. Понятно. На вопрос о том, можно ли купить спецобувь с рук, Колчин отвечать отказался. Дескать, лично он не покупает. А о других не знает. 73-летний тренер по легкой атлетике Олег Соловьев найден мертвым в собственном доме. В крови погибшего смертельная доза клофелина. Самого препарата в доме не было, но следы вещества обнаружены на пузырьке с волокардином и графине с водой. На месте преступления найден свежий отпечаток пальца. Он принадлежит десятиборцу Егору Колчину. На момент убийства спортсмен был на соревнованиях в Чехословакии. Следствие выясняет, его отпечаток пальца на пузырек перенесли с помощью скотча. Такой скотч и упаковки клофелина находят в доме детского тренера Айдара Магометова. Известно, что Магометов задолжал старому тренеру. Это могло послужить мотивом для убийства. Вскоре Айдара находят повешенным в собственном доме. Экспертиза показала, его убили и пытались выдать смерть за суицид. Следователь отправился в дом быта, чтобы поговорить с Мезякиным. Вместо боксера за рабочим столом сидел его сменщик. Здравствуйте. Маркелов, прокуратура. Где Мезякин? Мезякин. А кто же его знает, где этот Мезякин? Это ж вообще черт знает что. Я всю прошлую неделю сам отработал. Хотел отдохнуть спокойно. Так нет. Да он же вообще ничего не делает. Всю работу на меня сбросил. Ну, с этим ясно. Я пройду? Да, да, конечно. Маркелов осмотрелся. На рабочем столе следователь обнаружил моток скотча, точно такого же, как в квартире Магометова. Под столом стояли импортные кроссовки. Следователь взглянул на подошву. Адидос, отпечаток такой же поддельной подошвы, нашли возле квартиры Магометова. Это чьи? Чьи-чьи? Мезякина. Он их только на работе носит. Ну, или там куда-нибудь в грязь. А так у него еще одни, новые. Клей на скотче оказался таким же, как и клей на отпечатке поддельной подошвы. В принципе, то, что у Мезякина и у Магометова оказались одинаковые мотки скотча, ни о чем не говорило. Но вот подошва кроссовка Адидос, она в мельчайших подробностях повторяла все особенности отпечатка найденного у квартиры убитого Магометова. Именно эти кроссовки носил убийца. И вполне вероятно, что они принадлежат Дмитрию Мезякину. Опергруппа немедленно выехала домой к подозреваемому. Дверь милиции никто не открыл, и Маркелов принял решение вскрывать квартиру. Хозяина дома не было. При обыске в квартире обнаружили два десятка пар новых шиповок, 12 пар поддельных кроссовок и несколько импортных спортивных костюмов. За квартирой установили наблюдение. Я тебя умоляю, прекрати, челюсть вывихнешь. Ночью Мезякин не появился. Ближе к утру милиционеры услышали звук мотора, и во двор въехало такси. Зубанюк узнал Мезякина. Тот сидел на заднем сиденье. Мезякин, пошли. Помочь, гражданин Мезякин? Да я сам. Стоять! Он мне зуб вывел, гад! Боксер, чтобы его. В сумках у Мезякина нашли большое количество материалов для производства обуви. В том числе несколько десятков подошв с надписью «Адидос». В ходе экспертизы было четко установлено, что кроссовки «Адидос» принадлежат Мезякину. Кроме того, ваш сменщик опознал вашу флягу для виски. Какую еще флягу? А вот эту самую. Из которой вы сначала отравили Соловьева, потом Магометова. И после чего подложили ее в карман его спортивного костюма. Доказательств полно. Алиби нет. Сознаваться будем? Хорошо, я расскажу. Все равно ведь докопаетесь. А так, на чисто сердечное потянет. Да и ладно, надоело все. Да давай уже. Мезякин рассказал, что Магометов действительно брал у Соловьева деньги на машину и не собирался отдавать долг. Но не потому, что не было денег, а для того, чтобы таким образом надавить на Степаныча и заставить его передумать. Для того же и жалобы с анонимками. В каком смысле переубедить? Чего вы хотели-то от бедного тренера? Кто бедный? Степаныч? Да он же сам эту схему придумал и провернул. Вы что, к нему в сарай не заглядывали? Так у него сарай есть. Нет. Ну-ну-ну, Мезякин, ты не останавливайся. Теперь-то мы уж точно сарай осмотрим. Чистосердечное так чистосердечное. Хорошо. Мы все в этом деле. Колчин, кстати, тоже. Я сначала его хотел вам подсунуть, но не знал, что он на сборах задержится. Пришлось на Магомедова перейти. Хотя не хотелось. Но выбора другого не было. Ммм, теперь понятно. А в сарае что? Золото-бриллиант. Ну-ну. Дальше давай. Давай. Ну вот. В остальных примерно то же самое. Сколько добра. В сарае Соловьева обнаружился целый склад спортивной обуви и костюмов. Все новое, с бирками. Провести такое количество товаров незаметно контрабанды невозможно. Мизякин пояснил, что это и не нужно. Колчин заграничную экипировку возил. Я материалы брал с кожзавода в Таганроге. А фурнитуру брали с Орловской трикотажки. Магомедов распространял одежду и обувь в дюшках и по области. А Колчин среди спортсменов на сборах. Так. А Соловьев, значит, сарай под склад предоставил. Степаныч-то эту схему и придумал. Даже так. Светлая голова. Тренер. А я дурак. Зря я сразу ноги не сделал. Пожадничал. Мизякин рассказал, что обычно возил материалы по-тихому. Обычным автобусом. Мелкими партиями. А когда понял, что на меня вышли, пришлось на машине ходку делать, чтобы все забрать. Думал, за ночь успею забрать и шмотки, и бабки. В планы Мизякина входило осесть подальше от Ростова-на-Дону и снова взяться за старое. Схема-то работает в любом большом городе. А мне-то что, снялся и переехал? Ну, это как раз понятно. Непонятно, зачем вы Соловьева отравили. Да конфликт у нас вышел, так сказать, на производственной почве. Ясно. Коль, пройдем в дом? Забирайте. Пошли. Мизякин и Соловьев поссорились в середине января. Мизякин узнал, что Соловьев сговорился с другими цеховиками, у которых больше обороты производства, и, следовательно, навар тоже станет больше. Короче, я все решил. Материал будешь теперь привозить по другому адресу. Да ты что, Степаныч, что я людям скажу? До свидания, шейте что хотите. Да ты понимаешь, что они под статьей ходят. Им менять заказчика лишний раз светится. Короче так. Или подвигаешься в доле, или шьем у других людей. И без разговоров, понял? Понял. Мизякин оказался больше не нужен старому тренеру. Потянуть самостоятельно такой рынок сбыта Мизякин не смог бы, поэтому всячески пытался заставить Соловьева передумать. В этом ему помогал Магометов, который в новой схеме тоже оказался неудел. Жалобы и анонимки Магометов писал по просьбе Мизякина, чтобы припугнуть тренера, угрожали не вернуть долг за машину. Но Соловьев над бывшими компаньонами только смеялся. С новыми партнерами он все потери отобьет. Мизякин отчаялся и решил физически устранить бывшего шефа. Ночью боксер пришел к Соловьеву. Пока тот возился в сарае, Мизякин взял пузырек со стола и с помощью масленки влил туда раствор. А из фляжки в графин. Знал, что старик пьет только из него. Затем перенес на пузырек отпечаток пальца Колчина, который он заблаговременно снял при помощи скотча. Я, когда узнал, что Колчин на сборах задержался, а под подозрение попал Магометов, подбросил масленку и флягу ему. Значит, это все отпечаток, подстава, две смерти ради поддельного барахла. Барахла? Да за такие кроссовки 15-летний пацан родину продать готов. Любые бабки отдаст. Как говорят за границей, спрос рождает предложение. Да вы же со своей плановой экономикой людей сами на преступления толкаете. Думаю, с твоими аргументами суд не согласится. А вот с фактом двойного убийства и всем остальным наверняка на выход. Да я свое кровное зарабатывал. Своим умом и трудом. Понял меня? А ты что стоишь? Или ты не знал, чем твой папаша по жизни занимается? Не знал. Врешь. Не зря он тебе каждый месяц такие деньжищи давал. Или ты думаешь, что он в спортивной школе столько зарабатывал? Да я правда не знал. Но я думал, пенсия у него большая. Доказательств у вас никаких нет. Да. К сожалению. В результате проверок АБХСС на кожзаводе в Таганроге и швейной фабрике в Орле были действительно обнаружены хищения госсобственности. Руководители этих предприятий осудили и отправили за решетку. Егора Колчина не взяли в сборную на матчевую встречу США-СССР. А вскоре он и вовсе закончил карьеру из-за травмы. Во время разбега посыпались отечественные шиповки. Дмитрия Мизякина за двойное убийство приговорили к расстрелу. Он обжаловал приговор и позже наказание заменили 15 годами тюремного заключения. Известно, что в 93-м Мизякин вышел на свободу и впоследствии стал предпринимателем. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Прекратите, я сказал, а то стреляю! Я спрашиваю, кто зачинщик драки? Никто? Да это ты будешь зачинщик! Ты чего, начальник? Я вообще ни при чем. Я за друга заступился. Так ты и все остальные медленно встали, руки за голову. А ты там что, разлегся? Команда была, вставай! Что, бухой, что ли? Слушай, по-моему, он труп. Что значит по-моему? Точно труп. Обещай их всех, пока ничего не скинули. Что у нас в карманах? Так, а это что? Костет, в крови. Я не понял, откуда? Вы что, менты вообще охренели? Ты сам подкинул мне его? А кровь, окажется, жмурик еще и измазал. Я ни при чем. Так, раскрыли убийство. Пошел. Да не было у меня ничего в карманах. При осмотре на теле молодого человека обнаружили большое количество синяков. Особенно их много было на руках и ногах. Костяшки рук сбиты. Все говорило о том, что он погиб в драке. Костет, который милиционеры изъяли у Грахова Олега Олеговича по кличке Граф, был с тайным клеймом мастера. В криминальных кругах этого мастера знали как дядю Сему. Вот его знак. Косая решетка и трилистник. Еще на костете были выцарапаны две буквы О и Г. Криминалисты подтвердили, что кровь на костете совпадает с группой крови покойного. Заняться этим делом поручили опытному следователю прокуратуры Денисенко. Елизавета Павловна сразу приняла решение отправить оперативника поговорить с мастером дядей Семой, который изготовил этот костет. Здравия желаю. Ты вам не хворать. Поговорим? Я после отсидки в завязке. Долгое еще мое прошлое будет делать мне нервы. Семен Юрьевич, ваша работа? Моя. Один из моих последних. Потом я сел. А кому вы его делали, помните? Сейчас говорю спокойно. Его на свой день рождения заказал Савва. Савва. Савва, это который еще пятнашку задойную мокруху отсидел, как его. Как этот парк, Савицкий. Точно. Чесал еще всем. Будто он потомок того самого Савицкого. До революции главарь банды налетчиков, похитителей людей и контрабандистов Савицкий-Воеводский на принадлежащем ему земельном участке разбил большой декоративный сад с рестораном, гостиницей и танцплощадкой. В этом саду собирались те, кто на него работал. Гостям запрещалось появляться с оружием. Кражи и грабежи на территории сада были под запретом. Сюда приходили отдыхать. Бандитский парк постепенно стал популярным среди горожан, которые здесь чувствовали себя в безопасности. Кого-то привлекали экзотические блюда ресторана, кто-то хотел скоротать вечерок с девушками легкого поведения, номера располагались тут же, а кто-то просто приходил потанцевать. Сам же Савицкий таким способом отмывал награбленные деньги и пытался закрепиться в среде культурной Одессы, выдавая себя за мецената и предпринимателя. В 1917 году Савицкий сбежал за границу. Большевики назвали сад парком Ленинского комсомола. Но в то время, о котором мы рассказываем, большинство одесситов продолжали называть парк именем первого владельца. А сейчас он где живет? На втором кладбище. Только его нынешнее состояние как-то трудно жизнью назвать. Помер, что ли? Несколько лет назад от туберкулеза. Его нашел сосед, который, кстати, вызвал ментов. Как его вещи попали в левые руки, я представления не имею. Кстати, здесь какие-то буквы нацарапаны, их раньше не было. Знаете этого человека? Впервые вижу. И на том спасибо. Не представляете себе, какое удовольствие после разговора с вами идти домой. Счастливого пути. Петр Меркулов, сосед, который обнаружил труп Савы, дал показания еще тогда, почти два года назад, когда владельца Костета нашли мертвым. Меркулов утверждал, что входная дверь квартиры Савы была приоткрыта. Но он войти не рискнул. А на следующий день она была открыта еще шире. Сосед не выдержал и решился заглянуть. По беспорядку понял, что в квартире что-то искали. Милиционеры запротоколировали показания Меркулова, но никого так и не нашли. Следователь Денисенко сразу же обратил внимание, что у свидетеля Меркулова был тот же адрес, что и у задержанного Олега Грахова, того самого графа, у которого нашли в кармане этот кастет. Тот же адрес. Таких совпадений не бывает. Правильно. Меркулов сообщил, что живет с ее женой и взрослым сыном. Все сходится. Граф вполне мог зайти в квартиру Савы и нацарапать ОГЭ, чтобы все знали, что кастет Олега Графа. Надо допросить участников драки. Заводи по одному. Рассказывай, как дело было. Я этого пацана, ну, убитого, вообще в драке не видел. Зуб даю. Зато запомнил того, кто это все начал. Раз запомнил, так и пиши. Граф злой был, как черт. Потому что на дискотеке телка появилась, в которую он втюлился. Ее Танюха зовут. Так вот, драку начал тот, кто граф отцепанул. Невысокий такой, лет 30, крепкий. Что было потом? Он попытался пробиться к ней, поговорить, но не успел. Потому что какой-то крендель остановил его. Говорит ему, мужик, пошли выйдем, поговорим. Значит, нужно искать девушку Таню. Догон все это! Не было Танки никакой. И вообще, я всех своих подруг в лицо не помню. Не помнишь? А к соседу своему, Савицкому, захаживал? К нему зайдешь, как же. Он меня не звал, я и не заходил. А когда тот прижмурился, тоже не заходил? Признавайся, ты у него кастет потянул. Больше некому. Ладно, допустим. Но его помыли у меня. Я не знаю, кто. Я вообще про него забыл. А тут бац, а он в кармане у меня. Как такое может быть? Грахов, ситуация сказочная. Но, допустим, я тебе поверю. На кого думаешь? Что молчишь? Давай, спасай свою душу грешную. Ну, не знаю я. Ну, что вы прицепились ко мне? Ну, что тут у нас? Суд медэксперта Трошина поразило количество синяков на теле убитого. На шее свежие царапины, руки, голени, все в гематомах. Причем травмы получены в разное время. Что это значит? Били его долго. Держали где-то и били? Может быть. Все может быть. Но постойте, если его где-то держали заперти, то как же он попал на дискотеку? Не знаю. На костяшках сбита кожа. Значит, отбивался. Что-то я совсем запутался. Так когда его убили? А во сколько драка было? Около 10 вечера. Смерть наступила за 17-18 часов до начала драки. Понятно. Спасибо. В парке во время дискотеки произошла драка. Патрульные задержали нескольких ее участников. А также обнаружили труп молодого человека. У убитого на теле множественные гематомы. У одного из задержанных по кличке Граф нашли кастет. Кровь на нем совпадала с группой крови убитого. Но Граф утверждает, кастет у него украли. Как оружие оказалось у него в кармане, он не знает. Вскрытие показало смерть неизвестного наступило за 17 часов до инцидента на дискотеке. Здравствуйте, Елена Владимировна. О, здравствуйте, проходите. Есть новости? Ну, что я могу сказать про наше дело? Свитеры-штаны не новые, но стиранные. Из всей одежды носились только шапка, куртка и кроссовки. Да, и что очень важно, обратите внимание на сломанный нос. Он должен был обильно кровоточить. Следы крови в ноздрях есть, но на одежде никаких следов. И на белье нет никаких следов по это выделение. Не участвовал он в драке в парке. Его мертвого раздели, отмыли от крови и переодели во все чистое. Вот и судмед говорит, что смерть наступила рано утром, а не вечером. Не пойму, зачем такие сложности? Мыть, труп переодевать? Ну, решать ребусы – это ваша работа. Что-то еще? На стопах мы обнаружили микрочастицы половой краски. Босой ходил в помещение. Значит, в парк он попал уже мертвым. Но не перенесли же его. Я позвоню от вас? Да, конечно. Алло, это Денисенко. Витя, нужно еще раз отработать свидетелей по Савицкому парку. Да, возьми людей и опроси собачников и всех, кто там мог быть. Да, и еще раз опросите патрульных, которые приехали на драку. Может, кто-то видел машину. Ну, не перенесли же его. Значит, привезли. Ищите машину. Да, спасибо. Здравия желаю. Вы прополномоченный Сердюк. Хотел уточнить, вы когда на вызов сюда приехали, никакой подозрительной машины в парке не видели? Да, вроде нет. Хотя к нам же подбегал мужик один. Он с собакой гулял. Просил наказать одного водителя Жигулей. Тот чуть не наехал на его питомца. А модель номер не сказал? Да нет, мы на драку ехали. Нам вообще не до машины было. Главной задачей следствия на этом этапе было установить личность погибшего. Разослали ориентировки во все райотделы города и области. Фото убитого опознал инспектор детской комнаты милиции. Выяснилось, что покойный, ранее стоявший у них на учете, Андрей Кислицын. Оперативник Сердюк узнал адрес Кислицына и вместе со следователем отправился туда. Вот этот подъезд. В детской комнате милиции мне рассказали, что мать у них недавно умерла. Отец запил и тоже вскоре умер. Андрей пришел на попечение старшего брата Ивана. Понятно. Поговорите с соседкой, а я поднимусь к брату. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Сердюк. Да. Позвольте пару вопросов задать. Да. Андрей Кислицын. Ваш брат? Да, в чем дело. Как давно вы его видели? Да он вообще от рук отбился. Иван Кислицын рассказал, что после смерти родителей его младший брат часто не ночевал дома. Постоянно задирался с ним. А вот недавно совсем пропал. Давно пропал? Где-то с неделю. А что случилось? В Советском парке обнаружили тело молодого человека. И мы предполагаем, что это ваш брат. Да этого не может быть. Андрюх. Да ругаются они. Весь двор слышат. Тут недавно Ваня кричал, что Андрею голову оторвет вообще. И что, часто ругаются? Да постоянно. Ваня тот, который постарше, он работящий, положительный. Он хочет, чтобы и Андрей не шастал, где попало, а человеком стал. И что, дерутся, да? Ну, бывает. Но Ваня, он такой, поздоровее будет. А кто это у вас любитель пиратов? Андрюха любит этот фильм. Фотографии Андрея у вас есть? Да, конечно. Я возьму ее на время? Да, конечно. А скажите, Иван, конфликты у вас с братом часто случались? Ну, бывало. Судя по всему, не бывало, а постоянно происходило. И соседи слышали, как вы дрались. Угрожали ему. Послушайте, да что с горяча не наговоришь? Вы что, думаете, что это я? Именно думаю, что вы. И дрались вы постоянно. Он в морге побитый весь лежит. Вам придется проехать с нами. Куда это? Сначала в морг на опознание, а потом ко мне в прокуратуру, если опознаете. Добрый вечер. Добрый. Вы готовы? Да. Да, это Андрюха. Иван, посмотрите, пожалуйста. Это вещи вашего брата? Да, похоже. Он в них был, когда уходил? Вроде нет. Он тогда в джинсах был, в куртке рыжей, и синяя олимпийка у него спортивная была. Экспертиза установила, что тело вымыли и одели в чистое. Ладно, продолжим разговор у меня в кабинете. Иван, вещи, которые вы видели, принадлежали вашему брату? Понимаете, он когда уходил, сумку со шмотками забрал. Может, и их взял. А что ты мямлишь? Ты его! Вон бугай какой здоровый. Да не я. Ушел он. Я пытался его остановить, но не смог. Иван, почему мы из вас все должны клещами тянуть? Рассказывайте. Я, когда домой пришел, вижу, Андрюха вещи собирает. Ты куда собрался? Сваливаю отсюда. С чего это? С того, что я взрослый человек и без твоих указаний проживу. И без моих денег? Ты же не работаешь. Что ты жрать будешь? Опять приползешь? Живи спокойно и без меня. А если приползу? Моя хата. Кто запретит? Не спеши. Давно из ментовки тебя вытаскивал. А никто и не просил. Отвалили. Или что? Тварь, убью. То есть вот так вот легко с тобой справился? А соседка говорит наоборот, что это ты его частенько. Ну, бывало. Но он натренировался. Он после этого фильма вообще мозгами тронулся. Какого фильма? Пираты 20 века. Пираты 20 века. Вы же видели, у него по всей комнате плакаты висят. Фильм «Пираты 20 века» стал абсолютным лидером советского кинопроката в 1980 году. Это был первый отечественный боевик с элементами карате. Настоящая экзотика для советского зрителя. В фильме наши моряки, конечно, победили бандитов. Но вот приемы восточных единоборств, которыми владели пираты, очень привлекли молодых зрителей. Страну захватило массовое увлечение карате. В начале 80-х, кроме официальных, стали массово появляться подпольные платные секции, в которых учили владению холодным оружием и опасным приемом. Дело дошло до того, что занятия этим видом спорта в 1984 году запретили. Но массовый интерес уже было не остановить. Каким спортом он занимался? Думаю, карате. Почему так думаете? Ну, он отрабатывал удары перед зеркалом, руками, ногами и резкие выдохи. А в какую секцию ходил? Не знаю, но по телефону слушал, как обычно, в куяльнике. В санатории? Да не знаю я. Понятно. Следователь отпустила Ивана и сказала на время следствия из города не отлучаться. Думаете, не врет? Сбитые костяшки пальцев, гематомы на теле могут быть следами занятия карате. Может, и не врет? Следователь дала задание оперативнику выяснить, нет ли в районе Куяльницкого лимана подпольной секции карате. Вы же понимаете, их поймать нереально. Они же в рассыпную. Понимаю. Но надо проверить. Найти секцию карате в районе Куяльницкого лимана для оперативника не составило особого труда. Только в зданиях самого санатория Куяльник были помещения, в которых можно было организовать тренировки. Других строений с подходящей инфраструктурой в районе природного заповедника не было. Лечебное учреждение находилось в черте города, но удаленность и закрытость территории грязи лечебницы служили надежной защитой от лишних глаз. Оперативник опросил курортников. Одна женщина сообщила, что видела, как по вечерам какая-то группа молодых ребят тренируется в клубе. А что они конкретно делают? Я точно не знаю. Бегают по берегу, ногами машут. А потом что? Бегут сюда, в клуб. И что делают? Я не видела. Они двери закрывают. О, а вы Зиной Васильевича спросите. Он точно знает, чем занимается молодежь в его клубе. А он кто? Директор. Спасибо большое. Здравствуйте, Зиновий Васильевич. Здравствуйте, Людочка. Вас там на втором этаже спрашивали. Сейчас подойду. Зиновий Васильевич. Да, это я. Оперуполномоченный Сердюк. Слушаю вас. Скажите, у вас проходит занятие каратэ? Какое каратэ? У нас ни маты, ни груши, ни черта нет. Знаете что, а ведь для занятий каратэ ни маты, ни груши не нужны. Да? И зачем мне это знать? У вас есть ко мне еще вопросы? Позволите, я немножко осмотрюсь. Да ради бога, не жалко. А это что? Послушайте, а вы не хотите покушать, закусить? У нас такой отличный общепит. Нет, спасибо. Что у вас там? Подсобное помещение. Откройте. У меня нет ключей. Открывайте. А это для занятия курортников, да? Вы понимаете, рабочая группа, садисты милиции арендуют у меня помещение. Я тут ни при чем. У меня бумага есть. Вам показать? Покажите, покажите. Вот, пожалуйста. Директор показал письмо, в котором милиция просила предоставить зал для тренировок так называемому РОСМУ, рабочему отряду содействия милиции. То есть вы хотите сказать, что райотдел Киевского района просит вас об этом? Ну смешно же. Знаете, сколько там школ со спортзалами? А они пришли к вам? Вы понимаете, наш воздух для них очень полезен. Для тренировок. Липа это все. Знаете, поедите со мной. У нас в обезьяннике тоже воздух чудодейственный. Память возвращает на раз-два. Поехали. Письмо из райотдела, как и предполагал оперативник, оказалось фальшивкой. Но директор продолжал настаивать письмо настоящее, и он законно подписал договор аренды. За вырученные деньги собирался заказать на заводе тренажеры для санатория. Все вопросы к тренеру секции Вадиму Антнюку, который принес бумагу. Директор сообщил график тренировок секции. Оперативник потребовал, чтобы их разговор остался в тайне. На занятие каратистов он пришел вместе со следователем Денисенко. Здорово, ребят. Здорово. А как в секцию записаться? А кто за тебя поручился? А это еще зачем? В смысле, я не понял, ребят. Потому что нарушать закон лучше с поручителем, верно? Так не рыпаемся. Отвечаем быстро и внятно. Знаете его? Андрюхой зовут. Он с нами тренируется. На последней тренировке был? Да, он не пропускал. Когда была последняя тренировка? В четверг. Понятно. Здравствуйте. Что тут происходит? Вадим Антонюк знал, что разговор с правоохранителями может состояться в любой момент. У него были свои заготовки на неудобные вопросы о праве заниматься тренерской деятельностью, об аренде зала. Но он никак не ожидал, что речь пойдет об Андрее Кислицыне. В чем, собственно, вопрос? Убит ваш ученик Андрей Кислицын. Как это убит? Подождите, а я тут при чем? Вы подходите под описание зачинщика драки в Советском парке. Какой парк? Какое описание? Ребят, вообще в этот парк не хожу. Зовите кого хотите, пусть меня опознают. Где вы были 14 и 15 января? Я не помню. Что это за дни были? Четверг и пятница. Четверг. В четверг я вечером на тренировке был с ребятами. В пятницу с утра я пошел на работу. Я в Дю США работаю. Свободился где-то в 7, ну и домой сразу. Давайте по порядку. В четверг вечером Кислицына видели? Да. Вадим рассказал, что Кислицын после общей тренировки попросил тренера поспаринговать с ним. Они остались. Кто это видел? Да никто не видел. Хотя постойте, подождите. За ним же машина заехала после тренировки. А какая машина? Если не ошибаюсь, пятерка вишневая. Или темно-красная. Темно было. Но я заметил светлую шпатлевку на правом крыле. Кто был за рулем? Я думал девушка. А почему вы так думаете? Да он в тот вечер шутил. Мол, мне себя еще показать надо. Поэтому в пах не бей. Простите. Я думаю, девушка поэтому. В начале 80-х вся отечественная шпатлевка была темного цвета. Антонюк утверждал, что видел светлую. Импортную. Такую грунтовку привозили из Италии только в специализированный центр по обслуживанию «Жигулей», который находился в районе Лен-поселка. Нужно было ехать туда и опросить рихтовщиков. Оперативнику удалось найти рихтовщика, который готовил к покраске пятерку темно-красного цвета. Шпаклевал. Шпаклевка моя. Но адреса нет. Рихтовщик рассказал, что не провел ремонт через кассу и поэтому никаких данных клиента не записал. Дело в том, что там девушка за рулем была. Она крылом дерево зацепила, а тачка мужа. Поэтому пришлось побыстрее чинить, а без очереди. Ну, сами понимаете. Понимаю. Но хоть какие-то приметы запомнили? Карма у нее что надо была. Я не об этом. В номере две пятерки были. Я еще подумал, пятерка с пятерками. Женщина сама была? Не, с кренделем каким-то. Все, тут выходи. Слушай, только сильно не рисуйся. Не дай бог знакомые. Ты тоже поторапливайся, ничего дела есть. Заезжай! Запомнил парня? Да, такой здоровый, взгляд нагловатый. Этот? Не, вроде не он. А обед у тебя когда? Часа, что? К нам приедешь, все это запишем. Следователь Денисенко анализировала ситуацию. Молодая женщина, которая пригнала автомобиль на рихтовку, была замужем. Машина принадлежала мужу. Девушка об этом сказала работнику из ТО. Но приехала она с другим мужчиной. Судя по тому, как парочка скрывалась, это был ее любовник. И все бы ложилось очень хорошо, если бы рихтовщик узнал в нем погибшего Андрея Кислицына. Но он по фотографии его не опознал. Получалась либо не та машина, либо у бойкой девушки не один любовник. Оперативники подняли картотеку ГАИ. Темно-красная пятерка с двумя пятерками на номере нашлась. Хозяин Петр Антонович Морейчев. Матрос, моторист дальнего плавания. В браке Морейчев не состоял. Машина его в угоне тоже не числилась. Либо следствие идет по ложному пути, либо кто-то дал неверные показания. В любом случае, с Морейчевым решили встретиться. Морейчев Петр Антонович? Так точно. Оперуполномоченный Сернюк. Позвольте пройти. Пожалуйста, проходите. А что случилось-то? Да пара пустяков. Присаживайтесь. Оперативнику хозяин пятерки сразу сказал, что его машина на месте, и никто ее не угонял. А может, вы ее кому-то давали на время? Я только из рейса вернулся. Полгода меня не было. В мое отсутствие мышка на ней ездит. Мышка, иди сюда! Мышка – это ваша жена? Будущее. Ну не переживайте, там с документами все в порядке. Я ей доверенно сделал, так что все чин-чин-ырен. Здрасте. Танюш, тут люди из органов интересуются. Ты била мою машину? Петь, слушай, ну один разочек об дерево ударила, но я уже все починила. Граф злой был, как черт. Потому что на дискотеке телка появилась, в которую он втюрился. Ее Таня зовут. Ну ты даешь, Таня. Петра, ну починила же. Разрешите от вас позвонить? Да, пожалуйста. Телефон в коридоре. Денисенко, слушай. Жену Мариячева зовут Татьяной. Таня? Очень интересно. Да, у меня. Да, помню. Подожди, не вешай трубку. Посмотрите, этот человек был в машине. Да, да, это точно он. Рихтовщик узнал графа и вспомнил, что тот торопил Таню, мол, нам нужно еще ко мне заехать. Ты все слышал? Да, хорошо. Узнав от Денисенко, что с Татьяной на СТО был граф, оперативник решил выдержать паузу. Да, простите за беспокойство. Как говорят у вас на флоте, отчаливаю. Отчего приходили? Да. Да не берите в голову, неподалеку от вас человека сбили. Вашу машину с другой перепутали. До свидания. До свидания. Кровь на нем совпадала с группой крови убитого. Но граф утверждает, кастет у него украли. Как оружие оказалось у него в кармане, он не знает. Личность погибшего установили. Им оказался Андрей Кислицин. Смерть наступила за 17 часов до драки на дискотеке. Парень увлекался каратэ. Накануне смерти свидетели видели, как за Андреем заезжала темно-красная пятерка, за рулем которой сидела девушка. Следствие выходит на матроса-моториста Петра Морейчева и его невесту Таню. Петра Морейчева и его невесту Таню. Петра Морейчева и его невесту Таню. Почему после визита оперативника Морейчеву срочно понадобился дворник, милиционер не понял. Все надо. За что, Могорич? А ты что, выпить хочешь? Может, так поговорим? Поговорим. Секундочку. Понимаете? Вон на том балконе веревка оборвалась. Я вещи подобрал. Дворник рассказал, что несколько дней назад он нашел под балконом мокрые вещи. Понял, откуда они свалились. Тут всего два балкона, не перепутаюсь. А когда это было? Пару дней назад. Я поднялся, постучал, но мне никто не открыл. Не достучавшись, дворник оставил Морейчеву записку, что одежда у него. А сразу после этого ему пришлось срочно уехать на два дня. Вещи отдать так и не получилось. Посмотрите, это вещи вашего брата? Он в них был, когда уходил? Вроде нет. Он тогда в джинсах был, в куртке рыжей. И синяя олимпийка у него спортивная была. Одежду я забираю. Это же Петрухины. Вот и выпил. Когда следователь Денисенко увидела вещи убитого Кислицына, поняла, картина сложилась. До этого все выглядело цепью совпадений. Татьяна, живя с Морейчевым, была любовницей графа. И почему-то забирала с тренировки Кислицына. А тот намекал своему тренеру, что у него с этой девушкой отношения. Допустим так. Моряк Морейчев долго в плавании. Его невеста Татьяна тайно встречается с графом, но что-то не сложилось. Кислицын сказал брату, что будет жить в другом месте. Жить. Не просто наносить визиты любовнице. А это означало, что она могла постирать его вещи. Все указывало на то, что Петр Морейчев и его невеста причастны к убийству Кислицына. Их задержали и привезли на допрос. Присаживайтесь, Морейчев. Эти вещи принадлежали покойному Андрею Кислицыну. Его брат это подтвердил. А теперь вопрос. Что они делали на вашем балконе? Кто они? Шмотки. Дурочку выключай и отвечай на вопросы, что вещи Кислицына делали у тебя на балконе. Кого? Я вообще такую фамилию никогда не слышал. А тряпье это вижу впервые. А вот это ты тоже впервые видишь? Что это? Это то, чем убили Кислицына. Вы так и не вспомнили его фамилию? Да что вы ко мне прицепились? Да откуда я могу знать фамилию этого малолетки? Малолетки? Дворник нашел эти вещи у вас под балконом. Веревка до сих пор оборвана. Да это не я. А вы ничего не докажете? Очень даже докажем. Вот постановление на обыск. И в багажник вашей машины мы обязательно посмотрим. Не отпирайтесь, Марийчев. Свидетели вас опознали. Давайте чистосердечные. На допросе Петр Марийчев рассказал, что из рейса пришел на день раньше. Рано утром, подходя к дому, он встретил соседа. Тот сказал, что пока моряк был в рейсе, его невеста встречалась с графом. Сам Петр заметил, что на его балконе сушатся чужие мужские вещи. Зашел в квартиру. А там Танька с этим малолеткой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я слушаю. Ну понимаете, я не виновата, но чтобы... Присаживайтесь. Рассказывайте. Ну в тот момент... Понимаете? Где он кастет взял? Кастет. Я Андрею отдала, у меня его граф забыл. Я подумала все равно выбрасывать перед приездом Пети. А Андрюша его в сумку положил. Вы помогали Петру? Ну что бы я могла сделать, понимаете, в тот момент... Морейчев собирался утопить трубки Слицына за городом в море. Но в последний момент передумал. Что было потом? Петя понял, что кастет не Андрея. А чей? На нем были инициалы графа. А графе ему кто-то рассказал. Ну доложили, понимаете? Мне было страшно, и я ему все рассказала. Морейчев решил, что с помощью кастета он сможет подставить второго любовника своей невесты. Татьяна и Петр сняли окровавленное постельное белье, обмыли тело и надели на мертвого Кислицына вещи, которые были в его сумке. Когда стемнело, погрузили труп в багажник и отвезли в парк Советский. Спрятали труп в кустах, Таня зашла в дискотеку, нашла в раздевалке пальто графа и подложила ему в карман окровавленный кастет. После появился Морейчев. Он спровоцировал драку у входа. Граф не мог не поучаствовать в ней. Ты за кого вступиться решил? Ты что, дядя? Э, слышишь? Э, алло! Ты на кого наехать решил? На тебя. Ты смотри, какой борзый. А! Ты что, мурец? Да, слой! Э, пошли, шляпи! Эй, ты, урод! Да! 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 Во время потасовки Морейчев вскрылся. Татьяна поджидала его в «Жигулях». Они успели уехать из парка до приезда милиции. Вина Петра Морейчева в умышленном убийстве была полностью доказана. Адвокат строил защиту на том, что Петр находился в состоянии крайнего волнения, вызванного ревностью. Суд не принял эти доводы, поскольку Татьяна не была женой обвиняемого, и приговорил моряка к 15 годам решения свободы. Татьяну Суркову судили по статье «Заранее не обещанное укрывательство». Ее приговорили к пяти годам. Следователь Денисенко говорила, что дело помогло раскрыть бельевая веревка на балконе, которая вовремя оборвалась. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. «Вещдок». Я вынужден признать за вами право отказать мне. «Я знаю, граф. И вы обязаны дать мне время для раздумий». «Стоп, стоп, стоп. Ну вы опять просите у него, не требуете». «Ну меня, Эмин Павлович, ну в театре холодно. Я не могу сосредоточиться». «А мне уже тут жарко с вами в вашем театре. Ну пришла она уже наконец?» «Нет. Я звонила домой, никто не берет трубку». «Ну как же так? У нас же репетиция». «Вы меня спрашиваете?» «Неужели все-таки сбежала? Давно ведь собиралась?» «Слушай, съездни домой. Прошу». «Если и так, то через неделю ждите обратно. В Москве такого добра хоть пруд пруди». «Давайте эту сцену сначала». В середине февраля 1979 года бесследно исчезла молодая актриса Харьковского драматического театра Елена Величко. В один из дней она просто не явилась на утреннюю репетицию, никого не предупредив. Дверью квартира оказалась заперта, а на телефонные звонки никто не отвечал. Незнакомые, ни друзья ничего не знали о местонахождении Елены. В милиции не торопились объявлять женщину в розыск. По правилам это можно было сделать только спустя три дня с момента исчезновения человека. Актеры и сотрудники театра говорили, что Елена натура импульсивная и эксцентричная. Могла просто уехать, куда-нибудь никого не поставив в известность. Однако вскоре особые обстоятельства заставили всерьез взяться за поиски пропавшей актрисы. Уже на следующий день после исчезновения Елены Величко в районном отделении уголовного розыска появился следователь прокуратуры Сергей Тимофеевич Гаврилюк. На, ознакомься, поработаем. В поисках пропавшей актрисы ему помогал один из лучших местных оперативников Игорь Семенович Остапов. Я так понимаю, это не самая простая актриса в театре. Правильно понимаешь. Так, чтобы снять все лишние вопросы, это дело курирует лично областной. Все-таки ценит искусство в высоких кабинетах. Ты даже себе не представляешь как. Но если эту девицу не найдем, нам следующих звездочек можно будет до пенсии ждать. А на каком основании мы будем искать ее, если мы даже дело возбудить не можем? Да, не можем. Но искать начнем прямо сейчас. Так, все, работаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В театре уже давно ходили слухи, что своим успехом красивая актриса обязана влиятельному покровителю. Кто он и насколько высокое положение занимал, никто не знал. Тем не менее, Елена всегда получала главные роли и одна занимала роскошную квартиру в центре в известном всем харьковчанам доме со шпилем. В квартире Елены Величко никого не оказалось. В комнатах не было следов ограбления или борьбы. Ну что? Да везде порядок. Вещи все на месте. Ищи, Игорек, ищи. Что-то тут не так. Ну, что тут у тебя? Замок не взломан. Если все вещи на месте, то это не ограбление. Рудя? Да. Вот если это ключи от этой квартиры, значит, где-то есть еще одни? Ну, кто-то же закрывал эту дверь, когда выходил. Не обязательно. Этот замок можно захлопнуть и без ключей. Жаль. Хорошая была зацепка. Простите, а можно с вами поговорить? К счастью для следствия, в подъезде круглосуточно дежурила консьержка. А с полуночи до шести утра входная дверь дома и вовсе закрывалась на ключ. В тот вечер, когда предположительно пропала актриса, дежурила шестидесятидвухлетняя Валентина Гришко. Это вы видели, как Лена в тот вечер пришла домой? А как же, видела Леночку. Она как раз после спектакля приехала. С таким огромным букетом. Одна? Да, одна. И потом она выходила? До утра я ее больше не видела. В восемь меня сменила Петровна. Я ее уже расспрашивала. Она тоже Леночки не видела. Ну, вы с ней на всякий случай поговорите? Да, обязательно. Скажите, а я могу как-нибудь отсюда выйти, чтобы вы не заметили? Нет, мимо меня никак. Постарайтесь вспомнить, в котором часу в тот вечер Лена пришла домой? До времени я не помню, но как раз пятая серия адвитанта шла. У нас там и телевизор есть. В 79-м исполнилось 10 лет со дня выхода на экран пятисерийного фильма «Адъютант. Его превосходительство». Центральное телевидение решило отметить юбилей очередным повтором любимой ленты. Это был, пожалуй, первый фильм, в котором врагов пролетарской революции представителей белого движения показали высокообразованными и благородными людьми. Отечественный зритель, привыкший к карикатурному изображению идеологических врагов, с интересом наблюдал за тем, как разговаривали последние дворяне страны. Понятно, что красный разведчик в исполнении Юрия Соломина не уступал им в благородстве и порядочности. Он берет к себе на воспитание сына погибшего белого офицера и даже влюбляется в дочь одного из руководителей вражеского штаба. При этом готов пожертвовать всем ради торжества мировой революции. Проходите, пожалуйста. В квартире актрисы консьержка указала на пальто и шляпу, в которых в последний раз видела Елена Величко. Очень похож этот букет на тот, который она несла в руках. Ну, что ж получается, она поднялась в квартиру, поставила цвету вазу, переоделась и исчезла. Ну, мимо меня она точно не проходила. До того, как я дверь закрыла на ключ, выходил только Сергей Петрович из 47-й. Собаку выводила. Комаровы из 71-й вернули застей. Все. А утром? До 6 утра и до конца моей смены. Ну, совсем мало людей проходило. Это ж утро субботы было. Ну, не проходила Лена. Ну, не видела я ее. Ну, точно. Валентину Гришко сменила на посту Катерина Гребенек. Она тоже не видела, чтобы Елена Величко выходила из дома. Обе дежурные уверяли, что не отлучались из своего поста и никого незнакомого в дом не пропускали. Оперативники проверили все технические жилые помещения в подъезде и даже задействовали кинолога. Служебная собака не нашла следов пропавшей женщины нигде, кроме ее квартиры. Оставалась загадкой, куда и каким образом могла исчезнуть Елена Величко. Следователь решил восстановить по минутам все, что делала пропавшая актриса вечером после своего последнего спектакля. В театре в тот день была премьера. Публика очень тепло приняла игру актрисы, которая исполняла главную роль. Нас с вами ждет большое будущее. У меня есть несколько интересных идей на следующий сезон. А с моей стороны лучший контракт для вас. Лучшие площадки Советского Союза. За вас, друзья, за вас. Браво. 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 Товарищи, а давайте продолжим мероприятие. У меня заказан столик центральном. Елена, едемте. Арсений Александрович, спасибо вам огромное, но я очень спешу. Сеня, а вот я тебя не брошу. Елена Сергеевна, можно я вас подвезу? Наташа, составьте нам компанию. Спасибо, Антон, я скоро. Жду в машине. Ну, может, если только на часик, а то у меня дома муж ждет. Муж? Ну, конечно, только на часик. Только на часик. В половине девятого вечера, сразу после спектакля, в гримёрку Елены Величко с поздравлениями пришёл личный директор театра Арсений Литовкин. Там уже были режиссёр спектакля Вениамин Донковцев, подруга Елены Наталья Панина и один из верных поклонников актрисы Антон Мельник. Именно он подвозил Величко после спектакля на своей машине и был последним, кто видел актрису до того, как она пришла домой. 37-летний Антон Мельник был холост, работал инженером на заводе теплоавтомат. Знаете, театр – моя страсть. Я вот на все спектакли хожу. Угу. Это значит, Елена Величко – это та актриса, которой вы оказываете особые знаки внимания? Ну, не буду скрывать, Елена мне интересна не только как актриса. Ну, я птица не её полёта. Она летает на высоте, для меня недоступной. Максимум, на что я могу рассчитывать, это подвезти её домой. Подвезти. А, кстати, а вы помните, куда вы её подвозили в тот вечер? Помню, да. Можете показать на карте? Да, могу. Мы тогда не доехали до её дома один квартал, и Лена попросила высадить её вот здесь, вот, в конце Пушкинской улицы. Вот, вот здесь вот. Вот здесь, да? Да, 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 вот здесь вот. Она сказала, что её качала в машине, и она пройдётся пешком. Ну, я предложил её провести домой, она отказалась, и я поехал домой. Угу. А в котором часу это было? Примерно в 21.00, сразу после спектакля. В Харькове бесследно пропала ведущая актриса театра Елена Величко. Она пришла после спектакля домой и исчезла. В квартире Елены все вещи на месте. Замок не взломан. Консьержка дома уверяет, девушка не выходила из квартиры. Накануне исчезновения у Елены была премьера спектакля. После её подвёз домой давний поклонник, Антон Мельник. Он рассказал, актрису укачало в машине. Она вышла в нескольких кварталах от своего дома. Субтитры сделал DimaTorzok и следователь смог установить, что Елена зашла в свою квартиру в 22.07. Антон Мельник высадил её в 21.10 в пяти минутах ходьбы от дома. Поклонник подвозил актрису не первый раз, и все это знали. И то, что она пришла домой, подтверждало слова Антона. Но вот где почти целый час находилась женщина, установить пока не удавалось. Гаврилюку и Остапову предстояло проверить всех знакомых пропавшей актрисы. А их в Харькове было немало. Начальство звонило постоянно и требовало скорее прояснить ситуацию с исчезновением актрисы. А как его проверишь, если всё неофициально? Он сказал, домой поехал. Следователь понимал, что руководство прокуратуры торопят откуда-то сверху. Наверняка тайный покровитель актрисы. Проверили? Проверили? Да! Послушайте, мне бы в интересах дела, следствия, с этим человеком переговорить. Ну, неофициально выяснить, какой-какие подробности. Ты понимаешь, что говоришь? Кого подозреваешь? Да я понимаю, я не подозреваю. Ну, переговорить же. Ни с кем он встречаться не будет. А вдруг она с новым любовником укатила? Человеку позорится? А вдруг это ревность, понимаете? Гаврилюк понимал, что ничего не добьётся. Оставалось просто надеяться. Раз тайный покровитель так хочет найти пропавшую актрису, значит, сам ничего не знает. И надо искать, исходя из возможного. Эй, ты живая? Эй! Красивая. Мужчина поторопился вызвать скорую помощь и милицию. Приехавший врач определил, что найденная женщина жива, но находится без сознания. Требовалось срочно её госпитализировать. Честно, то я бы и внимания не обратил. Думал, алкашка какая-то. Но потом глядь, а сапоги-то у неё не дешёвые. Что, вот так сходу подметили? Ну, неделю назад я бы и внимания не обратил. Но на выходных к моей супруге подруга приходила. Сапоги предлагала за 150 рэ. Так вот, моя мне весь мозг выела. Объясняю, почему именно я должен выложить такие деньжищи за сапоги. Так вот, эти, точь-точь, как те. Да, не похожа она на местную пьянчугу. Поможете? Продолжение следует. Их повреждений не было. Но в её крови выявили высокое содержание сильных психотропных лекарственных средств. В ходе осмотра стало понятно. Недавно у Величко была интимная близость. Найденная сперма указывала на вторую группу крови. Было возбуждено уголовное дело о похищении, покушении на убийство и изнасиловании Елены Величко. Что вы ещё помните из произошедшего? Банкет после спектакля в гримёрке. Последнее, что помню. Ну, а... Как вы ходили из машины Антона Мельника, куда вы пошли дальше? Не помню, чтобы я садилась в машину. А как вы домой пришли, вы помните? Со слов Антона Мельника, Елена вышла из машины на Пушкинской, у музея. Ну, куда вы могли там пойти? У вас там живёт кто-то из знакомых? На Пушкинской? Да. Я жила два года с мужчиной. У него там комната своя, Антон Короленко. Ага. Это в двух кварталах от музея. Мы нормально разошлись. Год уже прошёл. А как его зовут? Где он живёт? Где работает? Курбатов. Альберт Яковлевич. Короленко, 26. Квартира 16. Ну, я не знаю, работает ли он. Понимаете, он играет. Играет? В карты. А. У вас можно на минутку? Да-да, конечно. Понимаете, я владею техникой гипноза. Может, мне удастся что-то извлечь из её памяти? Давайте. Но я этого не слышал. Да-да, конечно. Елена Сергеевна, мы должны найти того, кто это с вами сделал. Поэтому я вас очень прошу, побудьте несколько дней в больнице, инкогнито. Не звоните, пожалуйста, ни родственникам, ни друзьям. Пусть похититель думает, что мы вас ещё не нашли. Оказалось, что в районном отделении милиции хорошо знают Альберта Курбатова. В свои 36 лет он уже имел судимость за тунеядство и проходил по делу об организации азартных игр. Правда, только в качестве свидетеля. Следователь прокуратуры Гаврилюк. С чем могу быть полезен? Когда в последний раз вы видели Елену Величко? Да, уже больше года не видел. А что случилось? Больше года, да? Да пропала она. А перед исчезновением её видели рядом с вашим домом? Когда? Следователь уточнил дату 13 февраля, в начале 10-го. Вспоминаем, Курбатов. Послушайте, в тот день у меня в гостях были три друга. Люди очень солидные, но если нужно, они подтвердят, что никакой Лены здесь не было. и разошлись часов в десять утра. И, пожалуйста, объясните вашему хозяину, что эта женщина для меня умерла. Всё. Какому хозяину, Курбатов? Я не знаю, кто вас посылает, но год назад мне один майор уже внятно объяснил, что Лена не для меня. Она хоть баба и красивая, но мне не нужны неприятности с вашим ведомством. Какой майор, Курбатов? Когда Елену Величко нашли в промзоне без сознания, на ней были только сапоги, старая шуба и платок на голове. Свою обувь Елена узнала, а вот шубу и платок нет. Игорь Остапов решил повнимательней присмотреться к этим вещам. В кармане шубы он нашёл клочок бумаги, на котором с трудом можно было прочитать. Ольг Владим 24 05. Две последние цифры были совсем затёрты. Почерк не принадлежал Величке. 24, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 1, 2, 4. Алло, добрый день. А Ольгу Владимировну можно? Нет такой? Извините. 24, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Чтобы найти ту самую Ольгу Владимировну, оперативнику Игорю Остапову пришлось звонить полтора часа и сделать больше 50 звонков. Оказалось, что нужный номер телефона заканчивался на 54. Ольга Владимировна, эту шубу вышли? Ольга Владимировна Лабунская имела небольшой частный приработок. Она шила вещи на заказ. Клиентура у нее была немногочисленная, но постоянная. Это что-то фабричное. Это не мое. В кармане найден номер вашего телефона. Может, кого-то вспомните, кто носил эту шуму? А ну-ка, примерьте. Примерьте. Ладно. Давайте. Прошу, что ребята не видят меня, а? Вспомнила. Лида. У нее еще кроликовая такая шапка была. Совсем сюда не подходила. Лида. А фамилию Лиды? Не помните? Не помню. У меня есть ее номер телефона. Лида, 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 Лида. Лида. Ага. Нашел я эту Лиду. Она шубу узнала. Говорит, что выбросила ее больше недели назад. С Величкой незнакома. С театром вообще никак не связано. Угу. А где выбросил? Да я там был уже. Это Слободской район. Возле девятиэтажек мусорный бак. Забайкальский переулок. Угу. Да-да. Можно? Вы меня вызывали. А, гражданка Панина. Присаживайтесь. Знакомство с окружением Елены Величко следователи решили начать с ее лучшей подруги Натальи Паниной. Женщины дружили еще со школы. И по словам самой Елены, отношения у них всегда были очень доверительными. У нас к вам разговор. Мы подозреваем, что вашу подругу намеренно отравили и похитили собственного дома. Господи. Скажите, а вы лично кого-нибудь подозреваете? Просто в голове не укладывается. У Лены всегда было много завистников в театре. И вы наверняка наслышаны о ее могущественном любовнике. Но поверьте, она всего добивалась своим талантом и тяжелой работой. А кто-то из театра это мог сделать? Я не знаю. Нет. Ну, сплетню гадкую пустить. Ну, украсть что-нибудь из гримерки. Ну, чтобы травить. Нет, это точно никто из театральных. Я в тот вечер сделала несколько снимков. Вот. Точнее, фотографий было три. На одной из них Елена Величко держала в руках бокал. Ну, смотри. Она здесь. Только она с бокалом. А больше никто. Скажите, а кто принял шампанское? Я не помню. Ну, почему только у Лены бокал с шампанским? Что, больше никто это шампанское не пил? Кажется, нет. Следователь предположил, что актрису отравили сразу после спектакля. Игорь Остапов разыскал уборщицу, которая убирала в гримерке в тот вечер. Женщина рассказала, что нашла тогда почти полную бутылку шампанского, которое она вместе с коллегой допила после работы. Барбитуратов в шампанском не было, потому что ни с уборщицей, ни с ее подругой после этого ничего не случилось. Но самое главное, во время уборки в гримерной не было ни одного бокала. Так, что мы имеем? Итак, первое. Яд ей не могли подсыпать до спектакля, иначе она бы его не доиграла. Угу. И второе. Барбитурат не мог попасть в ее организм после того, как ее высадил Мельник. Она уже ничего не помнила. Что получается? Значит, это был кто-то из тех, кто был с ней в гримерной. Так, с кого начнем? А вот с него. С Мельника. Что-то он там говорил про каких-то птиц, разными полетами. Ну, сначала мы поедем в больницу к Величке. Мне врач звонил. Сказал, что он кое-что достал из ее памяти. Поехали. Это вам. Спасибо. Конечно, немного, но все же Елена Сергеевна кое-что вспомнила. Воспоминания нечеткие, скорее видение. Но все же могут чем-то вам помочь. Первое, что помню, это огромная мерзкая свинья. И она почему-то жила под крышей. А когда она меня видела, она выскакивала и начинала петь, как птица. Не помню точно, какая птица, но точно помню, что по птичьи. Я понимаю, это звучит странно. Птица-свинья. Очень интересно. А еще я вспоминаю огромную длинную лестницу, бесконечную, в небо. И я стою перед ней и понимаю, что вот, мне пора туда. И как будто кто-то меня держит за руки, за ноги. И даже нет силы сделать первый шаг. Ну, вроде бы это все. Свинья как птица и лестница в небо. Да, не густо. В любом случае, я рад Елене Сергеевне, что вам все-таки не пришлось подняться по этой лестнице в небо. Я подозреваю, что вас отравили в вашей гримерке после спектакля. Кто-то из тех, кто был там в тот вечер. Нет, это какой-то бред. Да быть этого не может. Вот кто вам подал бокал шампански? Не помню. А этот Антон Мельник. Вы откуда взялся? Это один из моих поклонников. Не пропускал ни одной премьеры с моим участием. Каждый раз приносил огромные букеты роз. Еще у него есть машина, поэтому подвозил меня. Вы зря его подозреваете. Вполне спокойный, милый молодой человек. Влюблен в меня. Ладно, проверим. Я помню у Лены в руках этот бокал, в ее гримерной. Но вот кто его подал ей и кто принес бутылку шампанского, я вообще не в курсе. Мельник утверждал, что не заметил в актрисе и ее поведении каких-либо перемен, когда она вышла из театра и села к нему в машину. Вела себя, как обычно. Ну, может, немножко уставшая была. Понимаете, столько эмоций все-таки было. Да, да, конечно. Скажите, а вы помните, что делали вы после того, как высадили Величкина улица? Да, да. Я приехал домой. Приехал около половины десятого. Включил телевизор. А там как раз шоу-фильм о адъютанте его превосходительства. Ну, сто раз, конечно, его видел уже, но что делать. Сигнал был слабый очень. Я проверил, оказалось, антенна развалилась. Ну, и пошел к соседу за паяльником. Дальше? Дальше, ну, за минут пять подпаял. После фильма вернул паяльник. Почитал немного. Ну, и лег спать. Вот и все. И, конечно, сосед может подтвердить, что вы к нему приходили, да? Ну, конечно, может. Конечно. Имя и адрес соседа. У вас Зунов Геннадий. Улица Воронихина. У меня на дом номер 46. А у него, значит, 47-й номер. Я в частном секторе живу. В Слободском районе. В каком? В Слободском? Ну, да. Оказалось, что улица, на которой жил Антон Мельник, была всего в нескольких кварталах от того дома, где в мусорный бак выбросили старую шубу, которую кто-то позже надел на Елену Величко. Игорь Остапов встретился с соседом Мельника. Геннадий Лазунов подтвердил, что видел Антона в тот вечер два раза, когда только начался фильм по телевизору и минут через пять после его окончания. Ну что, съездил? Съездил. Сосед подтвердил, что видел Мельника в 21.40, а потом в 23.15. Ну, не знаю, может быть, это и дурость, но во дворе у Мельника стоит лестница, деревянная, метров четыре высотой. И она не к дому прислонена, а к забору. Ну, и создает впечатление, что она как бы в воздухе. Ммм, лестница в небо. Ну, да. Если из окна смотреть, то может так показаться. К обыску своего дома Антон Мельник морально не был готов. Выглядел растерянным, сидел почти не двигаясь, молча наблюдая за происходящим. Дом состоял из кухни и двух комнат. Одна служила гостиной, а во второй стояли только кровать и шкаф. Посмотри, как следует кровать. В Харькове бесследно пропала ведущая актриса театра Елена Величко. После премьеры своего спектакля женщина пришла домой и исчезла. Через несколько дней ее находят в промзоне без сознания. В ее крови высокая доза барбитуратов. На актрисе из одежды только старая шуба. Ее изнасиловали. Когда Елена пришла в себя, то помнила только, как была в гримерной театре после премьеры. В тот вечер ее подвозил безответно влюбленный поклонник Антон Мельник. Он уверял, Елену по дороге немного укачало, но в целом она чувствовала себя нормально. Вышла в нескольких кварталах от своего дома. Но следователь понимал, отравили актрису в ее гримерке, и Антон не мог не заметить странностей в ее поведении. Сыщики решили осмотреть дом Мельника. Встаньте, пожалуйста. Какая интересная у вас кукушка. Да, вы знаете, как-то упали со стены они. И я ее как бы начал чинить, и смех ради просто кукушку на свинью поменял. Интересно, да. Скажите, а Елена Величко бывала когда-нибудь в этом доме? Нет. Никогда. Эксперт нашел на спинке кровати отпечатки пальцев Елены Величко. Также в комнате обнаружили волос, который принадлежал актрисе. Группа крови у Антона Мельника была вторая, как и у того, кто изнасиловал Елену. В конце концов, Мельник не стал отпираться и во всем признался. Я уже с Еленой давно знаком. И влюбился в нее с первого взгляда. Но она мне не оставила ни одного шанса на взаимность. Мало того, когда я решился признаться в чувствах, она восприняла это с насмешкой. Сказала, мол, что для того, чтобы завоевать, ей мало одной инженерской зарплаты старого москвича. Как возник план похищения? У меня мать медиком была. Но от нее остался справочник фельдшера. Из него я понял, какое мне нужно лекарство. На заводе в одном отделе с Мельником работала женщина, сын которой принимал лекарства, выписанные психиатром. Антон похитил у нее из сумки рецепт и, подделав почерк врача, вписал туда циклобарбитал. В аптеке на другом конце Харькова купил нужное лекарство. Осталось выбрать нужный день. Ну, я выбрал день премьеры. Ну, потому что я никогда их не пропускаю, понимаете? И никто бы не заподозрил, почему я туда пришел. Браво! 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 Ну, что вы! Елена, вы гениальны, вы прекрасны. Только благодаря вам состоялась эта премьера. Я восхищен вашим талантом. Да что там премьера, Леночка! Благодаря вам спасся мой театр. Вы понимаете? Это просто великолепно. Я просто не знаю, что я бы без вас делал. Ну, что вы, правда? Это еще не все. Нас с вами ждет большое будущее. У меня есть несколько интересных идей на следующий сезон. А с моей стороны, лучший контракт для вас, лучшие площадки Советского Союза. За вас, друзья, за вас! Браво! 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 Мать Елена села ко мне в машину и попросила отвезти ее домой. Сказала, что плохо себя чувствует. Ну, через минут 15-20 она отключилась. И, ну, я повез ее к себе домой. Угу. А в котором часу вы пришли домой? Ну, фильм уже начался. Никто не заметил, как я приехал, и я пошел к соседу за паяльником. Мельник вернулся от соседа, но ему еще предстояло съездить на квартиру актрисы, чтобы сымитировать ее возвращение домой после спектакля. Перед выходом мельник решил добавить дозу лекарства, чтобы величка не очнулась за время его отсутствия. Давай-давай-давай, пей. Пей-пей-пей-пей-пей-по чуть-чуть давай. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ой, не сюда. Я подъехал к ее дому, надеваю пальто, взял цветы и пошел. Консьержка была увлечена фильмом. Она всего лишь на секунду подняла глаза, когда мельник с букетом цветов в женском пальто и шляпе проходил мимо нее. Стой! Что идет? Офицер! Пароль, пароль говори! Стрелять буду! Антон Мельник оставил вещи Елены Величко в ее квартире. Он хотел, чтобы сложилось впечатление, что актриса вернулась домой, переоделась и только потом исчезла. Теперь ему самому предстояло проскочить мимо дежурной в подъезде и ухитриться остаться незамеченным. Антон раньше уже бывал в доме у Елены Величко. Знал, что на первом этаже, в углу возле лифта, всегда стояло ведро со шваброй. Вернулся домой и отдал соседу паяльник. Угу. Ну а дальше? Как вы из всего этого решили выпутываться? Да я даже не знал, что дальше делать, понимаете? Это как какое-то наваждение просто было. У меня вообще в голове какой-то был бардак. Я не мог рационально мыслить, понимаете? Понимаю. Поэтому вы решили ее отравить, да? Да нет, нет. Ну я ей лекарства давал эти, чтобы она спала просто, и все. Я вообще не знал, что делать дальше. Угу. А пока думал, понемножку и насиловал, да? Ну ладно. Что дальше? Ну где-то дня три спустя я с ужасом увидел, что Лена не дышит. Я был уверен, что она умерла, понимаете? Я вынес ее из дома, положил машину и поехал. На соседней улице я заметил мусорный бак, а на нем старую шубу. Антон уже решил, что будет делать с телом. Он одел Елену в старую шубу, которую нашел в мусорном баке и отвез в промзону на другой конец города. Нашел глухое место и оставил женщину там. Мусорный бак. Мусорный бак. Мусорный бак. Продолжение следует... Вот и вся любовь. А Елена Величко в театре больше не играла. Через год она и вовсе переехала из Харькова в Москву. Поговаривали, что именно туда, на повышение, перевели ее могущественного покровителя.